Денис Тумасян Денис Тумасян Денис Тумасян Что Роланд и сделал. На воротах Шмеле есть такой человек, как Игорь Кот, который спас команду пропущенного мяча. На этом команды и разошлись по раздевалкам. На вторую половину соперники вышли без перестановок в составах. Зато наблюдалась какая-то раскрепощенность что у Шмеле и что и у Барфа. Вплоть до конца матча атаки клубов развивались легко и непринужденно, преодолевая центр поля, словно там никого и не было. На 75-й минуте свежевышедший Зилая получил прекрасный момент для взятия ворот. С 11-метровой отметки в касании бил Радольфа Кот не уже не успел сложиться и казалось быть голу, но нет, штанга. Не успели расстроиться владикавказцы, как лавина атаки Урала нашла наконечник лица Петровича, тому тоже не повозило. Спустя 2 минуты Зилая уже был обязан забивать. Габулов в классной передаче вывел сальвадорца на рандеву с Котом, Радольфа правильно обработал снаряд, но его удар пришелся в сократившего дистанцию вратаря. Спустя еще 3 минуты все тот же форвард бил уже с дальней дистанции, мяч прошел совсем рядом со штангой. Аланья могла открыть счет и на 85-й минуте. Габулов вышел на шикарную позицию, но бить не стал, а обошел Кота и бил уже в пустые ворота. Уже праздновать мысленно начал Георгий, но Александр Новиков под Катей выбил мяч на угловую. Футбольный бог был явно на стороне хозяев, и ведь это еще не все. Прошло 2 минуты, и Кот уже отбил 2 удара в упору. Ближе к концу поединка уральцы попытались подзавить гостей, но счет так и не был открыт. В общем, команды продолжили серию своих сухих матчей, а конкретно этот поединок может запомниться зрителям, как не отображенный на табло, пиршество арахующего футбола. Илья Александрович, ваш коллега сказал, что в лане было тотальное приорудование. Вы согласны с твоей точкой зрения? Ну, я бы так вот сказал, да. Не согласен. Илья Александрович, ну один вопрос. Столько эмоций выплеснуто на четверг, хватит. Будем делать все возможное и невозможное, чтобы накопить эти эмоции.